Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1355. Разбор ответов Амбросия Юрасова. Книга. Вопрос 311 и 316. С какого возраста можно собороваться? Что такое гаморские грехи? Отвечает Амбросий Юрасов. Соборование установлено для больных и для тех, кто по слабости не может вспомнить все грехи. А если дитя здоровое разумеет свои грехи, то соборовать его не надо. Были такие два города – Содом и Гамора. В них жители творили противоестественные грехи. Жили мужчина с мужчиной и женщина с женщиной. И супруги допускали всякого рода вольности. Были там всякого рода извращения. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Иакова 5.14. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. Для кого назначено елеопомазание? Ответ только один. Для тех, кто не может двигаться. И необходимо, чтобы к нему пресвятеры пришли и помолились над ним. То есть человек лежит. А все остальное есть выдумка, добавка к Священному Писанию. И это мы называем православием и хотим к нему кого-то привлечь. Почему же так бестрепетно подходим к Слову Божию? Мне в жизни приходилось много судиться с мирскими властями. И Бог давал судей, полностью расположенных к нашему делу. И они себя называли православными. Но они ничего не могут сделать, помочь, если этого не найдут в статье закона. При всем их уважении ко мне. Сражение между адвокатом, прокурором и судьей идет только внутри закона. Приоритет закона абсолютный и в местах содержания соключенных и в лагере. Почему бы хотя бы на этом уровне не остановить свой разум в отношении к Слову Божию? Священное Писание пользуется сравнениями, беря примеры из земной жизни и перенося их на Божественное. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Зачем нам расширять то, о чем Библия умалчивает, и раздвигать эту щель? Святые отцы категорически это осуждают. Меня Бог сподобил ознакомиться со всеми трудами великого Златоуста. Он очень часто перед своими слушателями развивает некое событие, говоря так. Мне известно. И далее рисует сцены, которые доказывают истинность его утверждений. И только в конце своих рассказов он вдруг открывает, откуда это взято. Книга, глава, стих Библии. И на каждой проповеди иногда открывают Библию до 70 раз. Настолько мастерски и интригующе просто завораживает своих слушателей. Где же это происходило? Ибо он описывает в таких красках и подробностях, что сразу может догадаться только человек, хорошо знающий Библию, что речь идет о библейской истории. Пользоваться маленькими событиями обыденной жизни очень часто скучной, блеклой и неинтересной вредно. Это принижает смысл того, о чем мы говорим. Но этот способ проповеди характерен абсолютно для всех сектантов. Как же могло оскудеть православие, что при такой свободе служители алтаря не пользуются библейскими вечными примерами, как апостол Павел и апостол Петр, но зияющую пустоту на месте вырванного из сознания людей Евангелия пытаются прикрыть пустяшными примерами, которые тут же забываются и ни к чему не обязывают. Отец Амросий Перечтите еще раз до страшного суда свои ответы. Если вы имеете хотя бы чуть-чуть совести, принесите перед народом покаяние за то, что извращаете Писание и говорите неправду. 2 Петра 3.16 Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие Писания. Римлянам 1.26 Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Левитам 18.23 И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Бытие 19.4.5 Еще не легли они спать, как городские жители-садомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их нам, мы познаем их». Левит 20.16 «Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». О том, что женщина творит грех с женщиной, об этом грехе стало известно от историков, описывающих остров Лесбос, лесбиянство. А о Содоме и Гаморе этого не пишется, и данных никаких нигде нет. Апостол Павел пишет о язычниках, какие были известны ему. Мне грезится она иной, томясь в цепях, порабощенная, несчастная Россия. Она не на груди несет, а на плечах свой крест, Свой тяжкий крест, как нес его Мессия. В лохмотьях нищеты, истерзана кнутом, Покрыта язвами, окружена штыками, В тоске она на грудь поникнула челом, А из груди дымясь струится кровь ручьями. О лесть, холопская, ты миру солгала! Семен Яковлевич Натсон, 1885 год, Жил 24 года, Властитель умов молодежи.